Микс Ньюс. Утро на Болткове. Да, напомню еще раз, посол Латвии в России Марис Рекстиньш у нас на связи. Господин Рекстиньш, ну вы занимаете этот пост уже третий год, с 2017 года, и может быть хотелось узнать, как за это время, на ваш взгляд, изменились отношения между нашими странами Латвии и России, в какую сторону хотя бы и с каким знаком, минус или плюс? Знаете, довольно сложно ответить одним словом, каким образом развивается наш отношение, в том числе в последние эти три года, поскольку мы, как соседние государства, имеем отношения очень в разных отраслях, разноплановые отношения, то есть это не только диалог, который на уровне федерального, международного уровня, это в то же самое время отношения между Латвией и разными регионами России, это культурные связи, это туризм, это экономика, это прирубежное сотрудничество. Так что есть направления, по которым у нас отношения очень активны, есть направления, где, может быть, не так активно, как хотелось бы иметь отношения между соседними государствами. Но в целом я довольно доволен теми мероприятиями, которые у нас силами посольства Латвии удалось в прошлые годы организовать. В разных областях мы можем, конечно, там зайти более детально и конкретно посмотреть эти все области. Но я думаю, что эти три года нельзя описать как упущенные. Ну а какие сферы, вы бы сказали, наиболее ярко выделяются как в положительном, так и в отрицательном смысле? Ну, я понимаю, что в Латвии всегда очень люди желают концентрироваться на негативные какие-то аспекты, но то, что начнем, может быть, с позитивного. Во-первых, это двухсторонняя торговля, которая за последние три года, если мы так смотрим в трёхгодичную перспективу, за последние три года мы видим очень чёткую динамику роста. Это и 17-й год, это и 18-й год. В 19-м тоже имеется рост, то есть динамика роста может быть чуть меньше, чем в 18-м и 17-м. Но в итоге мы в двухсторонних торговых отношениях с Российской Федерацией как по товарам, так и по услугам в целом перешли рубеж трёх миллиардов евро. Вы знаете, это не малая цифра. Это даже для Российской Федерации, которая, конечно, по количеству, то есть по населению, по территории гораздо больше Латвии, даже для Российской Федерации эта цифра очень весомая. Просто к сравнению, я могу привести только эту цифру, о которой говорил президент Путин, президент Российской Федерации, буквально пару месяцев тому назад, когда он открывал саммит «Россия-Африка», и там, по-моему, это было открытие этого саммита или пресс-конференции, где он упомянул, что между Россией и Африкой развиваются экономические связи, и торговля превысила 20 миллиардов долларов. Ну вот 20 миллиардов вся Африка, а 3 миллиарда — это в Африи. Так что торговые отношения, я думаю, развиваются позитивно. Позитивно развиваются отношения в области туризма. Каждый год у нас фиксируем рост туристов, которые приезжают в Латвию. Это в области 8%. Мы это отслеживаем по выдаче виз. Каждый год в латвийские консульские учреждения, а у нас таких тут несколько, это не только Москва, это Петербург, это Псков, это Калининград. У нас есть компания «Конк Экспресс», которая на данный момент работает в 50 городах России, в которых люди могут отдать документы на визу, чтобы посетить Латвию. Не надо самим приезжать, скажем, из Новосибирска в Москву, чтобы подать документы. Мы видим, что каждый год объем выданных виз тоже растет где-то около 8-9%. Так что динамика тут позитивная. Также, я думаю, очень активно идет сотрудничество в области культуры. Там даже, как я всегда говорил, что, может быть, посольству даже не надо. Там очень много со своей стороны подпечататься, поскольку творческие коллективы, артисты имеют очень много своих прямых контактов. Мы, конечно, оказываем поддержку, когда это необходимо. Но так, опять в цифрах, если посмотреть, в прошлый год, это примерно по всей России где-то 100 культурных мероприятий, где в таком или другом образе посольство оказывало поддержку. То, что у нас, может быть, не идет так быстро, как хотелось бы, это работа в рамках межкрафт-комиссии. Я думаю, что многие слушатели знают, что между Латвией и Россией имеется такая форма диалога. Похожая форма диалога у россиян имеется с большинством Государств Европейского Союза. То есть межкрафт-комиссии, которая под собой четырех рабочих групп, это по вопросам экономики, это по вопросам транспорта, по вопросам регионального сотрудничества и коммунитарные вопросы. Там по причинам, которые, может быть, объективны, во-первых, в 2018 году поменялось правительство в России, когда это был министр транспорта, который с российской стороны руководил этой комиссии господин Сополов, он ушел до должности, был назначен новый министр господин Питрих. В Латвии поменялось правительство в конце 2018 года. Надо было назначить нового сопредседателя, это господин Линкайц. Пока они нашли встретиться, обозначить программу и график работы, ну, немножко тяжеловато идут дела. Идут дела, но я тоже не сказал, что это можно оценить с эффективными знаками. Конечно, у нас есть разногласия по отдельным вопросам, которые не новые, в том числе по вопросам истории. Я думаю, это тоже для слушателей в Латвии не новость, что... Ну, различаются мнения событий, касаемые 1940 года, да, по-разному. 1940 год, пакт Риббентропа-Молотова, который, кстати, для меня лично тоже немножко непонятно, почему руководство Российской Федерации кардинально поменяло позиции в отношении этого печального исторического документа, поскольку уже в 89-м году, как многие знают, была после довольно такой кропотливой работы комиссии Александра Яковлева в 89-м году второй съезд народных депутатов еще Советского Союза рассмотрел этот доклад и дал негативную оценку факту Риббентропа-Молотова. Ну, и еще в 2008-м году президент Путин тоже в своей публикации в одной из пульсий газет дал негативное ценство. Вся всякая в этой позиции поменялась. Конечно, если история истории, но для многих людей, которые пережили трагедии прошлого века, эта история по-прежнему живая. Да, господин Рехстрич, ну вот вы сейчас затронули эту тему, что различаются мнения наших стран по квалификации событий, в том числе нахождение Латвии в составе СССР. Когда-то 10 лет назад была создана специальная рабочая группа, куда входили историки наших двух стран, для того, чтобы они могли как-то договориться о прошлом веке, 20-м, все-таки как-то определить события, но после событий 2014 года эта комиссия перестала существовать. Как вы считаете, стоит ли продолжить действительно эту работу, чтобы прийти к какому-нибудь общему знаменателю по поводу нашей общей истории в прошлом веке? Моё личное мнение, что такая комиссия, двухсторонняя комиссия, была бы полезна. Я знаю, что похожие рабочие форматы работают между Россией и Германией, между Россией и Финляндией, Россией и Литвой. Это, конечно, не означает, что имея такой формат работы, что обязательно историки обоих государств по всем вопросам будут иметь незамедлительно стопроцентное согласие. Наверное, нет. Я знаю, что, например, немцы пару лет тому назад издали вместе с россиянами такой сборник исторических таких расследовательных статей, где даже обозначены красками. Если зеленая точка поставлена под статьей, тогда это означает, что имеется похожие традиции с обоих сторон. Если там красная, тогда есть одна статья российская, одна статья немецкая. И читатель может ознакомиться с обоими взглядами и, может, сделать свои какие-то выводы. Я думаю, это такой положительный пример. Другой аспект, который, по-моему, мог бы решаться более позитивно, хотя это я говорил с некоторой осторожностью, это доступ к архивным документам. Мы знаем, что, к сожалению, в Российской Федерации очень и очень многие архивы по-прежнему засекречены. те архивы, которые имеют уже, как мы все знаем, уже 80 лет давности или даже дольше. Я думаю, что вот такой рабочий формат историков, он мог бы дать повод для, по крайней мере, для запроса возможностей доступа к некоторым архивам или конкретным материалам. Как я уже сказал, я говорю, это с такой долей осторожности, поскольку, конечно, это решение другой стороны позволить или не позволить историкам копаться в этих документах. Так что, как я сказал, мое личное мнение, я бы зачал это полезным, полезной формой работы, ну, конечно, это решение недавно, это решение в виде тех институций, которые до сих пор этими вопросами принимались, ну, как бы решение будет восстановиться в конечном итоге принято, так и будем работать. Ну, продолжая эту тему разности суждений наших двух стран Латвии и России, также есть разногласия по вопросам прав человека и как стороны Латвии к России и наоборот, если говорить по отношению к нам, преимущественно касающиеся положения в том числе и русскоязычного населения Латвии, Россия упрекает Латвию в дискриминации, здесь по национальному признаку, Государственная Дума России не раз высказывала свою беспокойность положением русскоязычного населения Латвии, вылили у вас как у дипломата диалоги на эту тему в кабинетах администрации президента России, других министерств правительства, Думы, если были? Должен сказать, что этот вопрос прав человека мы, конечно, не обходим, когда есть необходимость о таких вопросах говорить. У нас, конечно, имеются свои взгляды насчет некоторых аспектов в этой сфере Российской Федерации. У россиян есть какие-то соображения насчет того, как у нас ведется политика в Латвии, и думаю, что у нас тут скрывать ни от кого нечего. У нас позиции, я думаю, очень сильные в том смысле, что наши законодательные акты, они, в принципе, разработаны в соответствии тех международных стандартов и конвенций, к которым Латвия в свое время присоединилась. Конечно, часть дискуссий и иной раз публичной риторики это связано с политикой, ну, в том числе, например, как все знают, довольно активно дискутируются вопросы об образовании и использовании языков национальных меньшинств в сфере образования. И иной раз, конечно, мы замечаем, что с российской стороны высказываются упреки в адрес Латвии, хотя, может быть, Латвия не в центре критики российских властей, то, что касается прав человека в последнее время, но иной раз, значит, долю критики мы слышим, но мы тогда всегда стараемся призвать наших близких коллег рассматривать эти вопросы в сравнении, в сравнении, например, каким образом те же самые вопросы решаются в Российской Федерации. Ну, например, мы видим, что в Российской Федерации в последнее время очень активно ведется, чтобы укрепить статус русского языка в переобразовании, о чем я имею речь, о том, например, что господин Путин тоже два года тому назад выступает в специальном совещании, которое было посвящено вопросам образования, он высказался, что русский язык это такой каркас, духовный каркас России, то есть хотел особо подчеркнуть, что без русского языка, конечно, в России думать в будущем очень трудно, то есть россияне и руководство России заботятся о позиции русского языка в России. И думаю, что исходя из этого очевидно не надо было удивляться, что в Латвии, который по территории, по количеству населений гораздо меньше, тоже особое внимание выделяется сохранению латвического языка, маленького языка, который поиначе, наверное, в глобальном глобализированном мире, но трудно ему будет отстаивать свои позиции. Мы видим, что возможности получения образования по несколькими предметами в русском, в Латвии гораздо больше, нежели возможности получить образование по таким же предметам в России в любом языке национальных меньшинств. В украинском, в русском, не говоря уже о языках более татарском, очень такая острая дискуссия была в вопросах образования на татарском языке в республике Татарстан и, конечно, в итоге в принципе возможность изучения этого языка осталась на таком эффективном уровне. Так что мы призываем российских коллег смотреть на эти вопросы комплексно и сравнивая. Таким образом похожие вопросы решаются в других местах, в том числе и в самой Российской Федерации. Вы затронули вопрос образования, поэтому я не могу не спросить вас. Когда вы говорите о том, что Латвия присоединилась к нескольким международным договоренностям и все реформы, которые проводятся, они проводятся в рамках договоренностей, это все действительно так, но дело в том, что большая часть договоренностей, к которым мы присоединились, это договоренности Европейского Союза и речь идет о европейских языках. Россия, как известно, в Европейский Союз не входит и русский язык не является частью этих договоренностей и поэтому сейчас в следствии реформ есть вероятность того, что вероятность сейчас идет речь о том, чтобы запретить даже частное образование на русском языке. Ну и на другом любом языке. Да, на любом языке, который не входит в европейские языки, то есть там на английском например это будет возможно. Не кажется ли, в том числе в России, насколько я понимаю, пока такой проблемы нет, частные школы могут преподавать на том языке, на котором захотят. Вот с этой точки зрения не кажется ли вам это несколько разными все-таки взглядами на один и тот же вопрос? Ну, может быть, на разные, чуть разные подходы, но то, что я старался в своем предыдущем ответе подчеркнуть, что вот по реформе, идея реформы образования, то есть в Латвии останется в школах возможность обучения своего языка, китературы и предметов, которые связаны с культурой и искусством на своем языке. Таких возможностей в системе в общеобразовательной системе нет. Вот об этом я имею в виду, говоря о разных подходах. Имеется ли идеальная модель в этом мире? Но всегда об этом можно спорить. И, конечно, вопросы, которые касаются таких сферков, как образовательные программы для национальных меньшинств, они очень чувствительны. Я это хорошо понимаю. И я думаю, что тут важен идеолог и подключение персонала конкретной школы, учительского персонала, чтобы реформа шла вперед в таким позитивном направлении. господин Рекстинович, а вы следите за политической повесткой в России? И если да, то какие местные СМИ вы потребляете? Ну, конечно, конечно, это находится в моем и то, что называют job description, описание моих обязанностей. конечно, мы отслеживаем и центральные телевизионные программы, слушаем радио. Ну, а какие? То есть, вы имеете в виду центральные, это государственные, там первый канал, Россия 1? Это и первый канал, это и Россия 1, это и Россия 24, это НТВ. Ну, целый день у телевизора невозможно сидеть и не нужно сидеть, но, конечно, те программы, которые дают возможность понять актуальные вопросы распорядка дня к государству, они, конечно, вот ты видишь по той установке, которая дается со стороны ведущих конкретных программ. Конечно, в данный момент это новое правительство Российской Федерации, это изменение Конституции, которое предложено и в таком очень рекордном темпе, скажем так, привлекает через Государственную Думу. Это те самые насущие вопросы, которые можно видеть в центральных телевизионных каналах. В то же самое время, конечно, люди беспокоятся и о других вопросах, в том числе о ситуации в экономике, о ситуации, которая касается благосостояния населения. Мы знаем, что Россия уже 5-6 год подряд реальные доходы населения устрачиваются, а люди довольно недовольны и были протесты насчет репетионной реформы. Это те вопросы, которые внутри политически самые важные. Мы, конечно, внешняя политика, которая для нас, как у соседнего государства России, всегда важные потребления, которые мы отслеживаем. Вы сейчас упомянули недавно сформировавшееся новое правительство вдруг, о котором стало известно. Видимо, все это долго хранилось в секрете. У вас сформировалось какое-то свое личное мнение о послании президента федеральному собранию, в том числе об усилении полномочий парламента и о президентской полномочии, наоборот, сузить? Вы знаете, давайте, как говорится, цеплят по осени считаю, посмотрим, чем закончатся все эти дискуссии в Думе насчет конкретных прав конституции, поскольку, если сравнить то, о чем говорил президент Путин в своем послании в федеральном собрании и те конкретные предложения, которые поступили в Государственную Думу, тогда я даже не пытался сейчас сказать, что полномочия президента уж очень-то сильно сужены. Я не согласен с этим. Но посмотрим, чем все это закончится, какие поправки в конечном итоге будут подтверждены. Я думаю, что президент очевидно посчитал, что это самое подлежащее время, чтобы взять инициативу своих украинств. Я тоже того мнения, что очевидно акции, скажем так, приложений поменять конкретные параграфы Конституции, смены правительства, такой план, если можно сказать, он уже был, как говорится, подготовлен. Это не такой фронт, знаете, провели Новый год и Рождество, и сейчас давайте что-то поменяем. Это, наверное, был разработанный план. президент взял инициативу в свои руки, поменял правительство. Как правительство будет работать, ну, очевидно, тут надо тоже немножко подождать. То, что мы видим, что в тех отраслях, которые нас могут особо интересовать, ну, внешняя политика, политика безопасности, там без изменений остались те же самые министры, и, конечно, внешнюю политику и оборонительную политику это, в принципе, возникли своего президента, так что там каких-то особых изменений, наверное, нам не следовало ожидать. Остался на своем посту министр транспорта, который, я уже сказал, для нас важен как партнер в рамках межправдописии, остался министр энергетики, вот с которым буквально пару месяцев назад имел встречу наш министр экономики государственного мира, когда он посвящал Москву, там есть некоторые очень важные конкретные вопросы в возрасте энергетики, так что те политики остались в своих местах, ну, есть новый пример, есть новые заместительные примеры, не давать оценку, очевидно, находясь в своей должности в таком публичном формате не стоит, конечно, для своих руководства зрителей я свою оценку даю, я могу только факты привести, мы видим, примерно половина это новые министры, видим, что новый пример очевидно имел возможность правительству подключить своих людей, кому он доверяет, то есть своего бывшего окружения, мы видим, что из правительства ушли некоторые министры, которые имели немножко привертиальное отношение со стороны населения, критиковались больше остальных жителями, например, министр культуры, который долгое время был министром культуры, он имел такую репутацию, господин Единский, я слушателям поясню. Некоторые его обожали, любили, некоторые говорили, что он не в той должности, он был немножко такой контроверсиальный, но его сейчас нет, есть новые люди, так что я думаю, ему надо посмотреть, по крайней мере, первые из 100 дней дать возможность поработать, тогда уже будет. Ваш прогноз, если вы, конечно, можете его рассказать, так как вы сказали, что вы не все можете нам рассказать, но если вы могли бы дать свой прогноз, как вам кажется, президент Путин, он собирается после 24-го года оставаться на посту президента, или он все-таки, как и обещает, уйдет и займет какую-то должность над, или за, или вообще уйдет из политики все-таки и отдаст преемнику свое место? Ну, это вопрос, то, что называется миллионным вопросом, как это правильно? Вопрос на миллион. Да, я думаю, вопросом задаются очень многие и обозреватели, и дипломаты, которые работают тут в России. Я думаю, что на данный момент это господин Путин в принципе себе вот в данной ситуации оставил открытыми все возможные опции. Он, может быть, для себя он уже решил, что он намеривает делать после 2024 года. Но, чтобы понять его план из тех, ну, скажем, тех самых изменений в Конституции, которые сейчас разрабатываются, наверное, в то же время я думаю, что более какой-то ясной ситуации, то есть основную позицию мы сможем получить только буквально от двери 2024 года. Я не думаю, что ясность будет более близительные времена. Да, вы являетесь, переведу тему. У меня есть свое личное мнение, но я думаю, что как у любого, но я думаю, что на данный момент это не важно. Да, я сменю вектор темы. Вы являетесь достаточно активным пользователем, если можно назвать это активностью социальных сетей. Я говорю сейчас о Твиттере, мы регулярно смотрим, узнаем какие-то интересные факты. Я сейчас говорю о гардеробе дипломатов, все могут об этом узнать, но вы вот недавно опубликовали сообщение о том, что вас смущает, обижает, что по-прежнему российские СМИ, а также вот я процитирую должностные лица, говоря о странах Балтии, упорно продолжают употреблять слово Прибалтика. Вы задавали вопросом это небрежность, высокомерие, экономия времени или чернила, или наоборот какое-то странное предубеждение. Я так понимаю, что вы раздражаетесь этим словом. Вы знаете, просто в тот момент, когда я написал вот этот пост, буквально в течение пару дней, и я не буду сейчас пальцем указывать, было пару должностных лиц Российской Федерации, которые опять просто таким уголовным образом обрисовали вот эту Прибалтику. Для меня лично нет никаких претензий, когда в таком географическом смысле град, балтийский государство находится у Балтийского моря, в том смысле мы Прибалтика. Но все-таки этот термин используется, когда идет дискуссия о межгосударственных каких-то отношениях между странами, когда мне кажется, что это по-разному можно оценивать. Я, кстати, задал вопрос, что это такое, поскольку все-таки при всем том, что балтийские страны имеют очень много общего. Но все-таки мы не отнюдь не близнецы. У нас имеется ряд вопросов, по которым у нас политические позиции отличаются. И я думаю, что если кто-то из-за того, что просто трудно выговорить три имена стран, просто одним словом обрисовать Прибалтика, это дает для слушателя или для зрителя или для читателя такое ложное впечатление, о чем идет тогда речь. Это то, что меня побудило. По-моему, вчера кто-то из военных начальников России тоже прошелся так. В Украине, Польше и Прибалтике так и так и так и так. Мне кажется, это закрепляется еще и рупорами тех же средств массовой информации, выступлений, телевизионных. Я думаю, по-разному. Я думаю, тут по-разному. Я думаю, для тех людей, которые знают нас, которые посещают Балтийские государства, которые были и в Риге, и в Таллине, и в Вильнюсе, и очень хорошо понимают, что имеются различия, разность разного рода. Я думаю, для тех тут, как говорится, один взгляд. Но есть, конечно, я видел, конечно, что очень многие прокомментировали мою запись в Твиттере, и были такие злые комментарии. Ну, что поделать, для всех любим не будешь, и, в конечном итоге, я не пять любви, чтобы всем нравиться. А как вам кажется, вот именно в контексте дипломатии сильно ли различаются позиции Эстонии, Латвии, Литвы? Мы знаем, что президент Эстонии госпожа Калли Лайт, она была в гостях у Путина. И даже приглашала его обратно в гости. И там была забавная история с подарком от посольства. В этом плане Латвия и Литва чуть более обособлены. Вот вам, как кажется, вы там общаетесь наверняка с посылами Эстонии и Литвы, насколько схожи позиции наших трёх стран? Или всё-таки есть различия именно в отношении к России? Это смотря по какому вопросу. Если, например, мы говорим о ситуации в Украине, вот, аннексия Крыма, тогда, конечно, тут у нас позиции идентичны. Если говорить о развитии, скажем так, экономического сотрудничества, тогда появятся нюансы. Ну, например, литовцы очень и очень активны, и это объективно в Калининграде, даже не так много смотрят на материк, концентрируются на Калининград. У эстонцев, например, такого формата, о котором я говорил, межправкомиссии из России, вообще у них не имеется. Мы знаем, что, например, имеются разные стадии в заключении вопросов, которые касаются государственного рубежа. И у каждого из наших государств в Латвии, как мы знаем, договор подписан, ратифицирован, демаркация рубежа прошла, граница государственная уже проведена. Я знаю, что у литовцев демаркация буквально завершена в течение последних месяцев. У эстонцев договор не ратифицирован по некоторым аспектам, ну и политическим, и по другим. Вы про Нарва-Ивангород эту часть? Вы говорите про Нарва-Ивангород, про ту часть? Нет, просто у эстонцев договор, который в свое время был подписан примерно в то же самое время, когда Латвия подписала договор с Россией, это 2007 год примерно. Ну, в нашем случае это 7-й год, ну не знаю, эстонцев в тот же год или 8-й год, ну примерно в то же самое время мы ратифицировали этот договор, россияне ратифицировали, и мы обменялись ратифицированными грамотами в декабре 2007 года, и на основании этого провели демарканцию, то есть обозначение рубежа местников. А эстонцы не завершили процесс ратификации договора, который в свое время был подписан. господин Рексинич, вы напомним, может быть, с нашим слушателем, еще официально работали послом Латвии в США с 2004 года, сейчас вы представляете Латвию в России, можете ли вы сравнить эти две дипломатические миссии, может быть, в чем принципиальное отличие посла Латвии в США и посла Латвии в России? Я понимаю, что уже достаточно много времени, может быть, прошло, но... Ну, конечно, это две крупные государства, оба являются членами, последними членами Совета Безопасности Объединенных Наций, но с каждым из этих государств у нас имеются отличающиеся вопросы. Россия это у нас соседние государства, с которыми из-за истории у нас имеются вот эти разногласия по отдельным пунктам, о которых мы уже говорили. Американцы, в свою очередь, в свое время со своей политикой непризнания оккупации, они были в принципе такой опорой западного сообщества, чтобы эту политику признания оккупации Балтийских государств с одной Советского Союза, чтобы продержать все эти 55 лет. В Америке у нас очень активная диаспора, в России тоже диаспора имеется, но она сформирована по-другому, как в Америке. То есть вопросы отличаются, по субстанции. Ну, конечно, это, несомненно, очень интересное место для любого дипломата, который работает или в Вашингтоне, или в Москве. Это распорядок дня очень активный, это очень хорошие и квалифицированные коллеги из других государств, которых много можно учиться, много можно узнать. то, может быть, мне не хватает, я знаю, что и другим коллегам в Москве, что возможность такого простого общения с людьми лицами тут гораздо сложнее, нежели в Америке. Это можно поднять телефон, позвонить, договориться, давайте через минут двадцать и завтра с утра встретимся. А здесь в чём сложность в России? Надо как-то согласовывать через секретарей? Она формализована в таком смысле, что, например, если мне как послу есть необходимость встретиться, скажем, где-то в Министерстве культуры, тогда об этой встрече я должен запросить вам в письменном виде эту встречу через МИД Российской Федерации. Если я еду, например, какую-то федеральную область, поскольку мы из Пайска каждый год где-то три-четыре области посетить, и в этом году у нас в Пламоте и Смоленск, и Петербург опять, и Красноярск, и Паткоростан, тогда я должен об этом исключать МИД России, и если хочу встретиться с губернатором, тогда через МИД России запрашиваю такую встречу. То есть прямой коммуникации, ну, я могу, конечно, написать письмо губернатору, но все равно все решается через МИД. Вот такие тут правила. И, конечно, это немножко делает такую ежедневную гипломатическую жизнь тяжеловатой, скажем так. К сожалению, у нас время уже подходит к концу, и, наверное, последний вопрос, который хотелось бы задать, дело в том, что уже начиная с 2014 года, с момента аннексии Крыма, появляются различные высказывания, мнения, даже в том числе в политической риторике Латвии, что со стороны России возможна военная угроза, в том числе и для Латвии. И это обсуждается и в политике, и многие политологи говорили об этом. Вот вы, находясь в России, можете ли успокоить нас, или наоборот сказать, что это действительно обоснованные угрозы, или все-таки это просто разговоры ради разговоров? Ну, я могу только основываться на те позиции, которые разрабатываются в рамках НАТО альянса, которые, как знают, Латвия является членом, то есть оборонительный альянс, который заботится о безопасности всех своих членов. И, конечно, там на такой постоянной основе, тоже, НАТО работало где-то почти пять лет, я знаю, эти механизмы, где, конечно, разрабатывается анализ угроз от всех направлений, и я знаю, что позиция НАТО на данный момент такая, что военная непосредственная угроза интересам НАТО со стороны России не истекает. В то же самое время, то, о чём озабочен НАТО как организация и государство НАТО, это то, что мы видим непредсказуемость российских разных активностей, то есть учений, которые не идентифицированы в своё время. Мы призывали всегда российских коллег быть более транспарентными. Как это делает, кстати, НАТО. Учений НАТО вы можете найти на веб-сайте НАТО, вы можете посмотреть, когда что будет, сколько людей военных будет участвовать. Мы это не скрываем из-за того, чтобы не получилось так, что другая сторона или сосед что-то недопонимал. И вот это недопонимание могло привести к каким-то уже практическим шагам, которые уже дальше, ну, говорится, по спирали могут эскалироваться. И уже тогда мы можем подойти к кризисной ситуации. Мы всегда старались со своей стороны, и то, что я тут из встречок и своим коллегам в российском медиа, это всегда стараюсь подтвердить, что давайте будем думать о том, как развеять опасения на другой стороне границы о том, что действительно здесь имеет место. Но, если у россиян имеются вопросы о том, что делает НАТО в Латвии, то мы о том говорили, сколько у нас контингент других стран, солдат, которые как Латвии, так и в Литве, Эстонии, Польше дислоцированы. Из каких государств, я думаю, что по количеству показателям это угроз никакой для России, для тех, которые кто-то понимает, выбранительных вопросов это не создаёт. Так что мы призываем российских коллег быть с большим уровнем гласности. Отвечаю ещё раз на ваш вопрос непосредственной военной угрозы и тоже находясь в ней. Спасибо большое. Мне кажется, это прекрасное совершение нашего разговора. Спасибо, что нашли время и вышли на связь. У нас сегодня прямо из Москвы был посол Латвии в России Морис Реховничевич. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо вам. Успехов. Спасибо.